Стабильный ритм строительных работ нужно выдержать в ближайшие три месяца. Такое мнение высказывал заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин. Он проверил, как возвращается к жизни пострадавший от прошлогодних поводков Тулун. Первым делом зампремьера министра страны совместно с Рио губернатора Прибайкария Игорем Кобзевым посетили стройку школы на 1275 мест. Сейчас там уже устанавливают окна, заканчивают внутреннюю отделку помещений и проводят инженерные коммуникации. Далее делегация сменила темпы возведения инфекционного отделения городской больницы, рассчитанное на 28 коек. Для подключения медицинского корпуса к инженерным сетям из областного бюджета выделили 30 миллионов рублей. Кроме того, чиновникам доложили о том, что строительство жилых домов в первой очереди уже завершено. А через неделю должны быть закончены буровзрывные работы и начаться монтаж фундамента для зданий второй очереди. Особое внимание будет уделено не только созданию соцобъектов, но и благоустройству прилегающих территорий и качественному ремонту дорог. Эти работы планируют завершить до 15 июля. Работа организована неплохо, но работы еще очень много. Для того, чтобы за эти летние месяцы поработать, надо очень активно в круглосуточном режиме работать, организовать штабную работу. Я попрошу Игоря Ивановича усилить эту работу. Сегодня мы понимаем, что дома готовы к сдаче. Мы сегодня предложили и мэру города, и подрядную организацию, которая сдает эти дома, квартиры. Пусть уже собственники их рассматривают. Но мы предложили это сделать с полными элементами благоустройства. Продолжение следует...